Всем привет, друзья и подписчики! С вами Сергей и вы на канале Зинаробот, где мы рассказываем про финансы, про инвестиции, а также как вам дойти из точки А в точку Б в свою финансовую свободу. Я на этом канале много рассказываю и про компании, и про инвестиции. И сегодня мы поговорим про такую важную тему, как почему бедные постоянно беднеют, а богатые постоянно богатеют. Ведь много случаев есть, когда человек выиграл в казино, либо получил наследство, либо взял и получил там деньги от родителей, и через 2-3-5 лет становится снова беднее. В чем причина? И почему те, кто богатые люди, постоянно богатеют и задается вопросом, откуда у них деньги? Все просто. Я лично для себя, а я уже занимаюсь почти 6 лет, и до этого изучал немало времени финансы, вывел 3 основных правила, которые помогут вам постоянно богатеть и перестать терять деньги, перестать быть бедным. Первым правилом, как бы оно банально не звучало, это ваше мышление. То есть, как вы понимаете, активы и пассивы. И много книг написано. Давайте мы сегодня не будем затягивать видео, я покажу, как активы работают на вас, и как пассивы можно перевести в активы. Если вы любите сегодня купить новый айфон, или хорошо покушать, либо на девочку потратить деньги, либо детям купить что-то, либо он не может жить в общаге, потому что учится вдалеке, давайте мы ему снимем квартиру. Если это не нужно сейчас, то и как-то можно им пренебречь. Поймите, это все пассивы. Если вы можете эти пассивы, к примеру, у вас есть квартира, машина, тачка, ну что угодно, и вы можете их перевести в активы, это кайф. Первый пример. Я встретился с другом, говорю, привет, слушай, как жизнь? Он такой, да, вот работаю финансистом, он тоже. Да, он программист или финансист в банке нашем белорусском, но вопрос в том, что он купил машину за 8 тысяч долларов, 80 копейками. И самое интересное, я ему спрашиваю, а сколько ты получаешь доход твой? Давайте сразу в долларах, это 420 долларов, то есть там 900 рублей. Он покупает машину за 8 тысяч долларов, чтобы ездить на работу, получая 400. Я вот просто возьму, вот банально обычный инструмент инвестирования, да, там годовых 30%. Это стабильный, хороший фондовый инструмент, то есть допустим акции, облигации, либо S&P 500, там вы инвестируете в топ 500 компаний в этот индекс. И можно взять среднерискованные инвестиции, это там 5-6%, да, там, где там процент риска 2, допустим, процента вообще на всю сумму. И вот 5%, если брать в месяц, 8 на 5 это 400 долларов. То есть я, не покупая машину, я могу получить 400 долларов, не ходя на работу. Или я могу купить себе машину, потом тратить на бензин, на техосмотры, на все остальное и получать 420 долларов. Есть ли смысл? Вот что значит актив превращать в пассив. Второй вопрос, я приехал в Минск и встретился с Антохой и говорю, Антон, привет, поехали, посидим, если хочешь, можем к тебе заехать. Он говорит, вот я в центре живу. Насколько я помню, он жил на Ангарской. Я ему говорю, слушай, а что там с квартирой? Он говорит, а я ее продал за 58 тысяч долларов. И при этом, как он поступил с деньгами? 8 тысяч он сказал там на свои нужды, он там раскинул. Ну, надо было, это я понимаю. И 50 тысяч он инвестировал под 5%. И самое интересное, что он получает в месяц 2,5 тысячи. При этом он тратит за элитную квартиру в центре почти города, на набережной, 400 долларов. И при этом он живет за 600 долларов. Представьте, он раньше работал на какого-то дядю, неважно, и жил в своей квартире. Он меняет пассив на актив. Он продает квартиру, берет себе съемную и при этом живет за зарплату лучше, чем была. И при этом у него полторы тысячи долларов чистого дохода от инвестиций. Вот обратная сторона из пассивов в активе. Поэтому, если вы не знаете еще как достичь вашей финансовой свободы, или вам нужна консультация, пишите мне. Все контакты из шапки моего канала. И я с удовольствием разъясню и пошагово разложу все ваши расходы, все ваши доходы и куда вы можете прийти. Вот так я помогаю своим партнерам. Идем дальше. Вторым самым важным правилом является дисциплина богатых людей. Инвесторов, как угодно называйте. Главное, что это дисциплина. Правило звучит так. Тратить меньше, чем зарабатываете. И обязательно цените время, которое работает ваши деньги. То есть, если вы инвестируете сегодня под 5% в месяц, или под 3% в месяц, 100 долларов, то в конце месяца вы можете вывести 3 доллара, ребят. 2 доллара, 1 доллар, но не 5. То есть, вы всегда должны выводить меньше, чем у вас работает. И каждый раз, если есть свободные для инвестиций деньги, вы их должны превращать в активе. Есть у вас 100 долларов в этом месяце. Начали инвестировать. Все, пришло вам 3-5 долларов в месяц. Взяли, в следующем месяце 20 долларов. Все, у вас уже работает 120 долларов. И приносит не 3 доллара, а 3,5-3,7 долларов в месяц. Вот так вот работают инвестиции. И все это на графике время. То есть, сегодня, если вы начали инвестировать со 100 долларов, вы не будете в конце года миллионером. Вы будете миллионером через 5-7 лет. Но не в конце этого года. У меня есть два типа людей. Есть тип людей, которые закинули 20 долларов. И такие, ай, пусть лежит. И год ничего не делают. Год вообще не притрагиваются к этим деньгам. И через год у них там с 20, 40 долларов, либо 30, потом 60. И 5 лет проходят. Они, ой, что-то я мало заработал. За 20 долларов закинул. За 5 лет заработал 120. Вот что-то оно мало. И есть другие люди. Есть даже такие, как я скажу, Антон Штериков. Хороший человек, который инвестирует все свободные деньги. И вырабатывает себе привычку инвестирования. Каждый день по одному доллару он просто инвестирует. И если он пойдет и дойдет до планки 1 доллар в день, он завтра или послезавтра, или через месяц начнет по 2 доллара, по 5 долларов в день. Вот так вот растут ваши активы. Запомните, если вы постоянно свои свободные средства превращаете в активы, то вы быстрее растете в инвестировании и вы богатый человек. Если вы постоянно, ай, пусть полежат, ай, под подушкой, потом как-то еще вот, ой, там ситуация, ну, пум-пум-пум-пум-пум, куча всего непонятного. И тогда вы не понимаете, почему вы не растете. Запомните, вы инвестируете деньги и выводите не больше, чем заработали. Тогда вы постоянно будете расти. Идем дальше. Третий важный фактор, это ответственность. Ответственность за свои поступки, за свои дела, за то, что вы делаете. Очень часто вы слышите, не, не сегодня, Сергей, слушай, давай завтра, ой, потом, вот зарплату получу, там, вот только завтра. А вы не думали, что это работает в отношении всего? Я хочу быть красивой, но не сегодня пойду в спортзал. Я хочу бросить пить, но как тут бросишь, не сегодня? Завтра же начнутся праздники, посты закончились, Новый год, что ты говоришь, Сергей, о чем ты? Не сегодня я скажу своей супруге, какая она красивая и любимая. Ну, она же и так знает, что ей об этом говорить. Ой, цветы дарить? Нет, не сегодня. Да ладно, я лучше эти деньги в инвестиции брошу, чего мне и цветы дарить? И вот это и называется ответственность. Если брать практику, мне вот буквально пару дней назад, да и часто мне звонят и сказал человек, слушай, я вот с партнером разговаривал, а он, ну, ни в какую, говорит, я там посоветовался с друзьями, знакомыми и сказали, инвестиции это все, отстой или вообще богатым это надо родиться. Родиться? Вы послете? Если ты не родился богатым, все, счастлив. И я говорю, ну, хорошо, а кем он работает? Ну, строителем. А с кем советовался? Со строителем. И на что я всегда конкретно и просто отвечаю. Если завтра нечаянно поломает ногу, не беги, пожалуйста, в больницу. Иди к своим друзьям-строителям и скажи, у меня нога сломана, лечите. А если у тебя завтра заболит зуб, то не иди к стоматологу. Иди к своим друзьям и знакомым, может, родственникам. Скажи, слушай, зуб болит, поставь коронку. Как можно советоваться с людьми, которые, ну, ничего, вообще не имеют никакого понятия. Где-то услышали, где-то сказали, ребята, и как можно дальше о чем-то говорить. Понимаете, ответственность это когда ты не перекладываешь на кого-то, а ты сам решаешь, как дальше будет. Когда ты говоришь, я сегодня начал инвестировать, и тебя спрашивают, зачем ты, что вот тут-тук, а ты говоришь, я начал инвестировать. И инвестировать я начал для того, чтобы выйти на пассивный доход 100, 200, 500 долларов. Какой вы поставили себе цель? Чтобы сделать себе какой-то актив к пенсии. Чтобы как-то помочь своей семье, близким, друзьям, кому вы хотите. Вот, и когда вам говорят все, знаешь что, вот завтра тебя снова разведут, вот я уже послушал своего друга и потерял 5 тысяч, там, или 3 тысячи долларов. Так зачем ты друга слушал, который тоже тук-тук, войдите. С правильными финансовыми консультантами, инвесторами разговаривайте. С правильными людьми советуйтесь, подумайте, сядьте, возьмите за это все ответственность в свои руки и скажите, я хочу что-то поменять. Меня не устраивает, так как вот сегодня вот не хочу. Я хочу, чтобы было как-то по-другому. Чтобы я был хозяином своей жизни, чтобы у меня не полили долги там и прочее. Вот я этого не хочу. И когда вы себе скажете, поверьте, вы начнете думать по-другому. И вы начнете думать, как богатые люди. Подведя итог, я думаю, все прекрасно поняли, что первым самым важным аргументом это вот здесь. Не покупайте пассивы, покупайте активы. Если вы хотите себя сейчас побаловать, балуйте, проблем нет. Но расти вы будете очень медленно. Я не говорю, что нужно полностью отказаться от всего. Я говорю, что у каждого, для каждого своего партнера я составляю комфортный финансовый план для достижения своей финансовой цели. Чтобы достигать этой цели, второе правило это дисциплина. Мы постоянно комфортно инвестируем и постоянно комфортно снимаем деньги на улучшение своего образа жизни. Вот для чего мы это делаем. Мы начинаем инвестировать, но снимаем мы меньше, чем зарабатываем. И мы постоянно растем. Ну и конечно, подведя третье правило, мы берем ответственность, что мы хотим это поменять. И мы будем это делать. И мы достигнем финансового результата. И я могу открыто и прямо сказать. Когда я пришел в инвестиции, за мной пошло из телефонной книги, из 350 чайов, только 4. Теперь, сейчас у меня, моих партнеров и инвесторов, больше полторы тысячи. 1800, если быть точнее. Результат? Думаю, да. Становитесь богаче. Думайте, как богатые. И конечно, финансовые свободы всем вам. Не забывайте задавать вопросы. Пишите их в комментарии. Также ставьте лайк для продвижения видео. И конечно, если у вас есть друзья и знакомые, поделитесь этим видео. А на этом все. С вами был Сергей. До новых видео. Пока-пока. Друзья, подписывайтесь на канал, а также смотрите другие видео, которые я добавил специально для вас. Это видео о правильном инвестировании и обучению финансовой грамотности. Профессорен的 программу. Следую Administ Quickly минс没有. Mayingo. И console. Профессорен outward в intent. Профессорен die餐 от города. Профессорен morbiden. Профессорен apprehен.